Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Эвакуированы из опасных зон работниками МЧС. Подробнее о происшествиях минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Во вторник днем на номер 101 от жильцов поступило сообщение о загорании в подъезде многоэтажки по улице Игнатовского. Когда спасатели оперативно прибыли на место вызова, из окон подъезда на девятом этаже шел дым. Как оказалось, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом на лестничной площадке загорелся мусор. Да так, что работникам МЧС пришлось спасать из квартир на этаже шесть человек, среди которых было и трое детей. Младшему из них нет и года. К счастью, никто не пострадал. В пятницу в столице горела бытовка. Сообщение о загорании имущества и конструкции строительной бытовки, расположенной по проспекту Независимости, поступило в дежурную службу МЧС около пяти утра. Уже к моменту прибытия пожарных стихия полностью охватила бытовку и даже успела перекинуться на рядом стоящую. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и никто не пострадал. Предположительно, причиной происшествия, в результате которого была полностью уничтожена одна бытовка и повреждена другая, стало короткое замыкание. МЧС напоминает, следите за исправностью электропроводки и электроприборов, не оставляйте их включенными без присмотра. Минск чрезвычайный. В пятницу, но уже днем, загорелась квартира на пятом этаже многоэтажки по улице Железнодорожной. Бойцы МЧС спасли пять человек. Пожар, как предполагается, возник от спички, которую 78-летняя мать хозяйки квартиры выбросила в мусорное ведро, предварительно не затушив. Из-за сильного задымления пожарной с помощью автолестницы, а также масок для спасаемых, из соседних сгорящих квартир эвакуировали пять человек. Виновницу же происшествия с предварительным диагнозом отравления продуктами горения увезла скорая. Прежде чем выбросить спичку или сигаретный окурок в мусорное ведро, убедитесь, что вы их затушили. На минувшей неделе, после страшной трагедии в Кемерово, во многих городах Беларуси прозвучала пожарная сигнализация. К счастью, лишь учебная. Масштабные проверки мест массового пребывания людей, в частности торговых центров, прошли и в Минске. Документация, система тушения, выходы и указатели проверяли все, даже огнетушители. Но не все выдержали экзамен. Работники МЧС практически на каждом объекте находили нарушения и даже ставили под вопрос дальнейшую работу некоторых из них. Надо сказать, что среди самых частых нарушений, которые фиксировали в эти дни работники МЧС, это заблокированные аварийные выходы, а также ненадлежащие их использование, загроможденные пути эвакуации. Вопросы подготовки персонала некоторых центров также оставляют желать лучшего. Как же вести себя в общественном месте, где может случиться пожар? Попав в помещение, где находится много людей, торговый центр, гипермаркет, кинотеатр, клуб и так далее, обратите внимание на запасные и аварийные выходы. Мысленно проделайте путь к ним, чтобы при возникновении нештатной ситуации вы могли ими воспользоваться. Если прозвучало оповещение о пожаре, нужно сразу и без паники покинуть помещение. Оказать при этом помощь пожилым людям и детям. Лифтом во время пожара пользоваться запрещено. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены и поручни, ориентируясь при их наличии по светящимся стрелочкам на указателях. Они приведут вас к выходу. Дышите через носовой платок или рукав одежды. Такой была минувшая неделя в сводках столичных спасателей. Берегите себя и своих близких. Я же с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова